Защитим лес вместе уже не экологическая акция, а протестная. Жители улиц Тихонова, Мамонтова, Липедевского собирают подписи против строительства вертолетной площадки. Речь идет о санавиации. Точное место под нее еще не определили, лишь ориентир, недалеко от краевой больницы. То есть в любую сторону, в лесу. На сторону людей встали депутаты. По крайней мере отложили строительство вертолетной площадки. Провести независимую экспертизу по технике безопасности. Будет шум мешать жителям. Ради этого вырубается три гектара леса, который и так у нас каждым годом редеет и редеет. Сейчас в санавиации края только один вертолет Ми-8. Крупная техника. Он может одновременно эвакуировать двух тяжелых больных. С начала года так перевезли 132 человека. Единственное место для посадки за новым мостом. Далее 70% пациентов везут в краевую клиническую, ДАР или пятую горбольницу. До первых объектов без пробок 11 минут. До второго 14. Новая площадка могла бы сделать помощь еще более скорой. На сайте госзакупок уже ищут проектировщика. Заявленная площадь 2 гектара. По улице 6-я Нагорная. Конкретное место пока не определено. Необходимость вырубки деревьев для устройства конструктивных элементов посадочной площадки определяется на стадии проектирования объекта. В настоящее время проект не разработан. Но реальных ограничений для вырубки деревьев уже нет, говорят эксперты. В кадастровой карте ленточный бор вокруг краевой больницы принял общественное деловое значение. Это значит, его можно использовать для прогулок пациентов, а можно для строительства парковок и дополнительных объектов здравоохранения, например, вертолетной площадки. По документам это уже не лес. То есть на самом деле эти вопросы нужно было решать раньше. И главный вопрос с моей точки зрения сейчас даже не это конкретная вертолетная площадка, а стратегические решения. А дальше что? Будет сжиматься этот островок леса или нет? А так как эта земля уже не считается лесом, то в случае вырубки деревьев и ущерба для природы официально не будет, пояснил Алексей Грибков. Пожертвуют ли бором ради спасения людей, покажет проект. Но когда он будет готов, пока неизвестно. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.